Президент подписал целый ряд законов и указов накануне Нового года. И теперь жизнь казахстанцев изменится. Это и пособия, зарплаты, налоги и многое другое. Что нового ждать в 2022 году и какие новшества ожидает граждан в нашем следующем сюжете. Начнем с зарплаты пособий. В Казахстане с 1 января повышен размер минимальной пенсии, а также базовые пенсионные выплаты. Минимальный размер пенсии в 2022 году увеличен. Теперь это 46 302 тенге. В 2021 году этот показатель был на 3030 тенге меньше и составлял 43 272. Кроме того, вырос минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты с 18 524 тенге до 19 450 тенге. Казахстанским женщинам в 2022 году в очередной раз повысили пенсионный возраст. Если в прошлом году для выхода на пенсию нужно было достичь 60 лет, то с 1 января 2022 года возраст увеличили на полгода. Для казахстанских мужчин пенсионный возраст остался прежним на уровне 63 года. Закон по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности предусматривает введение реестра обязательных требований к бизнесу. Внедряется новый принцип, суть которого в том, что при введении одного нового требования или ужесточении регулирования в отношении бизнеса должны быть отменены два других требования в той же области правового регулирования бизнеса. Постепенно убираются все формы бумажной отчетности для предпринимателей, оставляют только электронные. Кроме того, должностные лица госорганов законодательно будут нести персональную ответственность за нанесение ущерба бизнесу. Обо всем этом президент говорил еще во время новогоднего выступления. Мы усилим работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, развитию чистой энергетики, сельского хозяйства, технологической индустрии. Продолжится улучшение социальной инфраструктуры, школ, больниц, объектов культуры и спорта. Новый импульс получит цифровизация экономики и социальной жизни. Пройдут выборы более 300 акимов сельского уровня. Полиция перейдет на сервисную модель работы, чтобы сделать необратимым рост доверия граждан. Мы также будем заниматься реформой правоохранительной и судебной систем. Смертная казнь исключается как вид наказания, в том числе и статей о системе наказания, назначений и замены наказания. Отменяется специальная статья о понятии смертной казни, условиях и применениях требования при моратории. Документам также вводится запрет на условно-досрочное освобождение тех, кто приговорен к смертной казни. Исключительную меру наказания заменят лишением свободы. Дорожные знаки рекламу будут оформлять теперь на госязыке, и сегодня проблема госязыка волнует всех. Среди них одна из наиболее часто поднимаемых нашими избирателями, сказали депутаты. Это проблема неграмотного изложения текста визуальной информации на казахском языке. В некоторых случаях даже отсутствие информации на госязыке, заявил один из депутатов. Хочу еще раз сказать о своих надеждах на то, что эти поправки приблизят нас на один шаг к решению проблем статуса государственного языка, который все чаще поднимается в обществе, в средствах массовой информации и в социальных сетях. Мы считаем, что эти предложения позволят усилить ответственность каждого гражданина, особенно предпринимателей. А еще 22-й год объявлен годом детей. Им нужно уделить особое внимание, заявил президент. Речь идет не о лозунгах и праздничных мероприятиях, но прежде всего о конкретных мерах со стороны властных органов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения с целью защиты детства. Пропаганда жестокого обращения с животными или призывы к жестокому обращению с животными, в том числе путем производства, демонстрации и нового использования печатных, аудиовизуальных или иных сообщений и материалов под запретом. Есть еще много других изменений, о которых мы еще расскажем. Гульнару Марова, Олег Писаренко, ТДК-42